Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской монете 3 копейки 1940 года. Монеты изготовлены из алюминиевой бронзы, сплав меди с небольшим количеством алюминия. Гурт рубчатый с множеством вертикальных насечек. Лицевая и оборотная части монеты имеют выступающий кант по окружности. Параметры монеты. Диаметр 22 мм. Масса 3 грамма. Толщина 1,3 мм. Сплав алюминиевая бронза. Гурт рубчатый. Монетный двор отсутствует. Тираж монеты более 100 миллионов экземпляров. Аверс монеты. Крупно изображен герб СССР образца 1936 года с 11 перевязями ленты на колоссе их пшеницы по числу союзных республик. Нижняя лента связывает пучки колоссе вместе олицетворяет РСФСР. Остальные распределены по пять штук с каждой стороны. Герб упрощен и не имеет текста на ленте. Под гербом вдоль канта имеется надпись СССР. Крайние буквы расположены выше средних. Реверс монеты. Вверху имеется крупная цифра 3, указывающая номинал. Под ней, слово копейки, отцентрированное относительно номинала. Ниже. Год выпуска. 1940. Еще ниже имеется круглая точка. По бокам вдоль канта расположены два пшеничных колосса, скрещенных внизу. Стебли колоссеев имеют продолжение. Проходят вдоль канта и верхние части монеты соединяются вместе. Вдоль стебли имеется семь участков, состоящих из двух точек. 3 копейки 1940 года имеют 9 разновидностей, одна из которых специального чекана и в обращении не встречается. Стоимость разновидностей серьезно отличается, поэтому денежные редкости важно уметь отличать из общей чеканной массы. И я вам в этом помогу. Для начала рассмотрим цену обычной стандартной монеты, и впоследствии уже перейдем к самим разновидностям. Итак, средняя цена монеты 3 копейки 1940 года, составляет 50 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Для определения вариантов штемпеля реверса мы будем использовать метод широкого, определитель узелков. По фото на экране вы можете самостоятельно определить имеющуюся у вас в руках разновидность. Для начала нужно обратить внимание на правый колос и найти второе снизу правое зерно и конец его ости. Провести от нее горизонталь в сторону правого бокового узла. В зависимости от положения определить штемпель. Если у вас вершинка ости немного ниже уровня нижней границы узла, то это штемпель B. Средняя цена разновидности B составляет от 100 до 200 рублей. Если же у вас верхняя часть ости приблизительно на одном уровне с той же границей, то у вас один из четырех разновидностей, это А, В, Е или Ж. Для дальнейшего различия данных разновидностей необходимо из центра правого нижнего узла провести вертикаль вверх. Если у вас вертикаль выходит заметно правее нуля в дате, то у вас штемпель A. Средняя цена разновидности A составляет от 90 до 150 рублей. Если та же линия проходит вблизи правой части нуля в дате, то у вас штемпель V. Средняя цена разновидности V составляет 50 рублей. Если вертикаль идет примерно посередине правой боковой поверхности цифры 0 в дате, то у вас штемпель G. Средняя цена разновидности G составляет от 3000 до 4500 рублей. Если линия проходит через внутреннюю правую поверхность нуля в дате, то у вас штемпель E. Средняя цена разновидности E составляет от 2000 до 2500 рублей. Если кончик кости ниже уровня нижней границы бокового узла справа, то у вас вариант G или D. Для их различия необходимо определить положение нижнего левого узла по отношению к первой букве к в слове копеек. Проводится вертикаль вверх. Посмотрите внимательно на фото и определите свой вариант. Если у вас вариант G, то средняя цена данной разновидности составляет от 350 до 500 рублей. А если вариант D, то средняя цена будет от 200 до 300 рублей. Восьмая разновидность специального чекана, и она полностью повторяет описание разновидностей штемпеля варианта G. Отличие лишь заключается в улучшенном чекане монеты. Средняя цена восьмой разновидности составляет более 35000 рублей. Девятая редкая разновидность. На аверсе монеты звезда должна быть маленькая и плоская. Средняя цена девятой разновидности составляет более 100000 рублей. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!